друзья всем огромный привет вы на канале арт фото life меня зовут сердце и сегодня у нас обработка городской ночной фотографии в стиле black and orange давно вы предлагали сделать такую обработку на руки что-то как-то не доходили и вот наконец-то мы сегодня с вами сядем и сделаем такую обработку а особенность и некоторые трудности этой обработки заключается в том что нам необходимо получить красивый черный цвет если такая обработка тебе интересно но к сожалению у тебя нет похожего изображения ты можешь скачать этот снимок с которым я буду сегодня работать по ссылке под видео и присоединиться к обработке вместе со мной но мы не будем терять времени и поехали итак друзья первым делом что мы с вами делаем это переходим в панели чисел и убираем насыщенность всех цветов далее друзья переходим к базовым настройкам давайте немножко мы уберем цвета где-то примерно на минус 60 65 повысим тени побольше пожалуй я сделаю где-то на 90 точку белого уберем немного влево где-то примерно на 3540 и точку черного слегка приподнимем где-то примерно на плюс 25 давайте добавим текстурки побольше 25 и четкости где-то примерно 15 друзья что хотелось бы сказать про обработку black and orange то конечно она очень шикарно ляжет на ночные городские фотографии вы можете конечно экспериментировать и обрабатывать по такому принципу и дневные фотографии какие-то пейзажные travel фотографии но я вас уверяю это будет совсем не то именно ночной городской сюжет наибольше точно красиво раскроет особенности этой обработки ну а мы продолжаем итак давайте мы переходим в тоновую кривую нам нам нужна кривая rgb и теперь мы с вами поработаем с контрастом изображения итак друзья захватываем с вами точку черного это самая нижняя точка слева тянем ее немного вверх теперь находим примерно середину кривой и тянем вниз и у нас здесь есть ее родное положение это прям точно посередине вот этой гистограммы но необходимо опустить еще немного ниже ну все это кстати индивидуально поэтому смотрите на ваше изображение самое главное чтобы получился не просто контраст а чтобы средний светлые участки оставались видимыми чтобы там читалось и виделась соответственно вся информация теперь давайте мы с вами точку которая находится между самыми темными и средними участками опустим слегка вниз вот таким вот образом и еще перейдем на шаг влево опять найдем середину конечно же на глаз и точку которая у нас получилось еще опустим немного ниже вот таким вот образом давайте посмотрим было стало было стало ну вот у нас получается достаточно интересная контрастность давайте мы вот эту точку приподнимем легка вверх а точку которая находится самая верхняя справа так называемая . белого мы ее опустим немножко вниз вот таким вот образом ну и теперь давайте смотрим еще раз на изображение давайте попробуем мы теперь поиграть со средней точкой сделать наверное да я все-таки подниму чуть-чуть вверх чтобы у нас получилось вот такое вот изображение теперь друзья давайте доработаем контраст в базовых настройках давайте посмотрим что будет если мы слегка повысим экспозицию да пожалуй вот так вот и теперь добавим немножко контраста в наше изображение ну я думаю что здесь не нужно особо стесняться фотография ночная ночные фотографии любят контраст давайте сделаем плюс 70 и так у нас получилось вот такое вот изображение ну наверное в пору вернуть цвета давайте мы с вами перейдем теперь в панельку и чисел и просто я двумя кликами возвращаю три цвета красный оранжевый и желтый теперь друзья после того как мы вернули эти три цвета у нас фотография может получиться немного грязноватой в некоторых участках как у меня в данном случае на асфальте что мы теперь делаем теперь мы возвращаемся опять в базовые настройки и давайте мы кликнем на ползунок температура и попробуем подвигать его влево вправо и как вы видите у нас асфальт может потерять свою желтизну и это нам нужно мы с вами добиваемся не забывайте это красивого чистого идеального чистого черного цвета и так после того как мы подрегулировали баланс белого и наша картинка стала чистая и интересная давайте мы теперь перейдем с вами назад в и чисел и теперь поработаем непосредственно с цветами если вы можете заметить красный у нас он слишком такой холодный слишком малиновый желтый он слишком желтый ну ну и не смотрим на зерно фотография снята ночью с рук здесь достаточно большое iso мы с вами об этом поговорим чуть чуть позже отдельно и так нам нужен отдел который отвечает за цветовой тон у нас здесь также 3 ползунка красно оранжевый желтый и так друзья давайте мы желтый с вами увидим влево в сторону оранжевых оттенков я думаю что где-то это должно быть значение минус 65 и мой желтый стал такой более интересный он приобрел в себе больше оранжевых оттенков он остался желтый но тем не менее стал такой более симпатичный на мой взгляд все это достаточно конечно субъективно и вы выбираете тот цвет который вам наибольше нравится который приятен вашему глазу и так теперь давайте переходим цветовой тон оранжевый и мы подвинем оранжевый цвет в сторону красных оттенков где-то примерно на минус 25 давайте посмотрим вот этот красный у нас который малиновый нам нужно сделать его ближе к оранжевому цвету и поэтому ползунок и поэтому ползунок красного мы двигаем вправо в сторону оранжевых оттенков я думаю что где-то пожалуй я назначение плюс 35 остановлюсь и у меня получится вот такая вот достаточно интересная цветовая схема и так друзья что еще можно подкорректировать в городском ночном сюжете ну как правило всегда получается очень некрасивый такой серый грязный асфальт даже несмотря что может быть очень красивый но фотографии когда мы убираем цвет он получается вот такой какой-то не такой я как правило эти дела лечу виньеткой а точнее градиентным фильтром выбираю градиентный фильтр ставлю значение экспозиции где-то примерно на минус один насыщенность я сброшу это у меня она осталась в предыдущей настройке смотрите чтобы у вас больше ничего здесь не было выставлено если что сбросьте эти параметры и теперь давайте добавим вот сюда градиентный фильтр сделаю вот таким вот образом и все равно у меня грязный асфальт не замаскировался поэтому я экспозицию еще сделаю слегка потемнее вот прям даже не боюсь вот до такого состояния и так друзья мы с вами применили градиентный фильтр к нижней части изображения соответственно у нас немного зацепил в данном случае автомобиль давайте мы его слегка осветлим и так мы с вами выбираем кисточку смотрим чтобы здесь ничего не стояло кроме экспозиции экспозицию мы поставим давайте на плюс единицу и теперь поработаем непосредственно самим такси хотя светлим вот тут даже немножко тени вот так уже стало гораздо интереснее и немножко осветлим место перед автомобилем сделаем таким образом сюда у нас светят фары среднюю область я немножко пройду здесь у нас какой-никакой а виднеется сюжет ну пожалуй вот так вот будет достаточно кликаю два раза и настройки кисточки исчезают теперь давайте посмотрим что еще можно здесь сделать здесь можно побороться с шумом и давайте я вам сейчас покажу как необходимо бороться с шумом на ночных фотографиях видите вот такой вот у нас шум вы увеличиваете делаете масштаб изображения побольше чтобы вам было заметно как правило масштаб делают на 100 и вот при масштабе на 100 уже можно и собственно говоря производить какие-то манипуляции и настройки и так мы смотрим теперь на панельку детализация раздел который называется уменьшение шума и ползунок яркостной давайте мы прибавляем вправо и мы видим как у нас изображение заглаживается остановлюсь я пожалуй на значение 40 потому что эта настройка помимо всего прочего она делает изображение мыльным мне это тоже не особо хотелось бы поэтому следующим шагом давайте мы повысим детализацию где-то примерно до уровня 70 и также я повышу контраст где-то примерно на 30 и теперь друзья я смелее добавляю резкости для того чтобы мне нивелировать ту мыльность которая мне принесла предыдущая установочка резкости я добавляю побольше не стесняюсь смотрите чтобы у вас не вылез шум это опять-таки очень индивидуально поставлю я 100 радиус делаю я поменьше где-то на 08 и слегка повышу детализацию где-то примерно до уровня 30 35 передавайте возвращаемся к исходному масштабу и таким вот образом наша фотография стала более гладко более интересно да у нас осталось в небе некое зерно ну пусть это останется таким художественным приемом теперь друзья давайте перейдем в эффекты мы добавим немного виньетки подвину значение где-то буквально ну немного минус 10 теперь друзья давайте перейдем в калибровку и сделаем наш оранжевый более насыщенный более интересный ползунок первичный синий я двигаю влево не стесняюсь смотрите чтобы ваш оранжевый цвет не стал слишком красным я остановлюсь где-то назначение минус 40 если у вас он стал слишком насыщенный слишком яркий вы просто слегка прижмите насыщенность вот здесь увидите его влево давайте я чуть-чуть слегка убавлю буквально немножко вот где-то на минус 10 и теперь давайте перейдем выше на первичный зеленый и посмотрим что у нас произойдет если мы будем двигать зеленый зеленый у нас когда мы двигаем вправо он делает красный опять таким холодным поэтому давайте мы также его подвинем влево где-то примерно на минус 25 и вот мы получаем вот такой вот цвет ну совершенно минималистичный цвет и посередине такое желтое оранжевое пятно в виде проезжающего такси это достаточно интересно но друзья это еще не все мы с вами получили достаточно интересный красивый художественный черный цвет но он у нас не имеет какого-то настроения давайте мы с вами сделаем вот что давайте мы перейдем с вами теперь в раздельное тонирование выберем раздел тени насыщенность я сделаю чуть-чуть буквально наверное давайте сделаю на 7 вот и теперь давайте подвигаем ползуночек посмотрим какой нам выбор черный цвет мне нравится черный цвет когда он такой ну скажем такой теплый это происходит где-то примерно назначение в районе 30 цветового тона и как вы видите у нас черный стал такой более теплый давайте мы теперь посмотрим сделаем может быть его посветлее потемнее да пожалуй светимость темных оттенков я уведу немного влево ну не сильно чтобы не потерять информацию где-то на минус 10 светлые участки мы с вами трогать не будем мы оставим света в чистом в таком состоянии в не будем не туда замешивать никакой цвет а вот средний давайте мы с вами подвинем давайте тональность мы сделаем также 30 и теперь подвигаем стату рейшин ну пожалуй тоже не сильно где-то я наверно сделаю на десяточку и таким вот образом мы с вами получили более интересный глубокий такой теплый черный цвет и да друзья не забывайте и всегда экспериментируете работать с кистью потому что иногда на вашей фотографии вот как в данном случае баланс черного он все-таки перевешивает оранжевые цвета их здесь ну к сожалению очень мало давайте мы с вами выберем кисть сделаем ее ну такой вот небольшое и растушевочка у нас где-то будет в районе 50 нажим я сделаю посильнее где-то наверное на 70 теперь давайте добавим насыщенности и температуру давайте сделаем потеплее где-то примерно 45 его друзья на здании у нас есть вот такие оранжевые светящиеся окошечки давайте мы сделаем слегка понасыщеннее как вы можете заметить что насыщенность у нас кое-где добавляет и каких-то синих оттенков и где-то слегка аквамариновых вот так уже стало значительно поинтереснее давайте уменьшим кисточку и слегка прокрасим вот здесь вот здесь вот немножко мазнем ну и здесь где у нас виднеется оранжевый цвет можно немножко усилить его кисточкой ну вот друзья так фотография получилась уже гораздо интереснее если вам не нравятся оттенки синего и аквамарина вы можете сбросить насыщенность а поработать только с температурой и с оттенком сделать более интересный оранжевый цвет два раза кликаем enter давайте посмотрим какая фотография у нас была и какая стала и так было стало и на этой фотографии у меня синего практически нету кроме неба небо я в данном случае синим делать не хочу пусть она остается черным давайте мы просто с вами подберем другое изображение вот например вот это и так я выделяю фотографию которую только что обрабатывал зажимаем control выбираю фотографию которой я хочу применить настройки кликаю синхронизировать убираю все настройки которые касаются у меня локальной обработки как правило это кисти градиенты ну и там обрезка и так далее кликаю синхронизировать теперь перехожу к нашему изображению давайте мы сделаем его на весь экран так мы применили настройки фотография стала слишком темный давайте мы подвинем экспозицию слегка вправо сделаем фотографию посветлее теперь как вы помните нам нужно поработать с температурой убрать лишнюю грязь из изображения это как правило делается очень просто мы температуру делаем похолоднее двигаем влево пока не получим красивый чистый черный цвет давайте мы сюда добавим градиент в нижнюю часть изображения нижняя часть изображения всегда должна быть темнее чем верхняя часть иначе получается дисбаланс мы привыкли видеть с вами небо светлая землю темную на фотографиях тоже так должно быть не то что это какое-то правило это просто мои рекомендации я так люблю я так делаю ну и вам тоже советую и так давайте мы сбросим все настройки которые нам не нужны добавлю я вот сюда градиент и теперь подвину экспозицию немного влево вот таким вот образом мы можно слегка подвинуть так уже фотография стала поинтереснее на мой взгляд теперь давайте мы перейдем в панели чисел и посмотрим что будет если мы с вами добавим сюда синий цвет двумя кликами я возвращаю синий аквамариновый на свои места это мне нужно для того чтобы выставить красивую тональность этих цветов и так друзья синий в разделе цветовой тон двигаем немного влево я не люблю вот такой вот прям уж изумрудный какой-то синий цвет многие такой цвет добавляют я такой цвет не люблю я люблю чистый красивый синий цвет у меня он достигается где-то в районе но всегда по-разному в данном случае я думаю становиться где-то на минус 20 а вот аквамариновый я тоже уберу от зеленых в сторону синих где-то вот примерно на плюс 60 теперь друзьям и насыщенность все-таки с вами уберем посильнее синей я сделаю где-то на минус 70 и аквамариновый я сделаю где-то на он у меня проявляется вот здесь вот в некоторых местах и выглядит достаточно грязновато поэтому я его поставлю где-то ну пожалуй на минус 60 теперь друзья я сделаю синий чуть-чуть потемнее у нас выглядел таким более брутальным но где-то минус 20 минус 15 давайте я сделаю минус 15 и так друзья у нас получилось вот такое вот изображение давайте мы среднюю часть нашего снимка сделаем более читаемой все-таки здесь у нас основной сюжет я возьму радиальный фильтр выставлю вот таким вот образом сделаю чуть-чуть пошире разверну его чтобы слегка сделать посветлее ту часть изображения которая находится должна находиться в центре нашего внимания и давайте мы сделаем чуть-чуть посветлее вот таким вот образом и добавим немножко насыщенности почему бы нет вот так вот а левую часть снимка я пожалуй немного затемню потому что вот свет за колонной как мне кажется отвлекает внимание от наших основных героев на снимке и так выбираем градиентный фильтр выставляем его вот сюда и слегка убавляем экспозицию вот так стало уже гораздо интереснее и так кликаем два раза чтобы убрать работу с кистью и теперь давайте посмотрим было стало и так было стало было стало достаточно неплохо теперь давайте на этом этапе мы сохраним пресет и так я создаю пресет пресета у меня затрагивает также абсолютно все настройки кроме тех которые отвечают за локальную обработку и так давайте мы назовем его black and orange это у нас основные цвета но мы с вами знаем что здесь есть и немножко синего если вам синий на какой-то фотографии не нужен вы соответственно просто его убираете влево насыщенность синего аквамаринова и получаете чисто черный и чисто оранжевый цвет такая обработка будет смотреться если у вас оранжевых пятен на фотографии будет много если мало как моем случае то лучше все-таки добавить немножко синих оттенков и так кликаем создать давайте посмотрим какие изображения у нас еще есть давайте мы применим пресет вот к этому изображению ищем black and orange применяем давайте теперь мы поднимем экспозицию слегка теперь мы с вами как вы помните поработаем с температурой сделаем чуть-чуть похолоднее вот здесь мы смотрим с вами на черный цвет и добиваемся его частоты чтобы у нас был такой брутальный нейтральный чтобы он не имел себе не сильно холодных не сильно теплых оттенков ну и здесь я по своей привычке добавлю градиентный фильтр чтобы низ изображения сделать чуть-чуть потемнее вот таким вот образом а верхнюю часть снимка я наоборот бы в этом случае осветлил совершенно чуть-чуть вот таким вот образом как вы можете заметить когда вверх светлый а не с темный нашему глазу такое изображение более приятно воспринимать чем наоборот и давайте посмотрим было стало и так было стало было стал по-моему неплохо и есть у меня еще одно изображение вот такой вот давайте к нему тоже применим наш пресет и так black and orange я надеюсь вы уже запомнили как мы с вами действуем и так мы настраиваем экспозицию мы подбираем температуру чтобы убрать всю грязь с асфальта и добавляем градиент для того чтобы сделать красивую виньетку вот таким вот образом ну и как я говорил если вам не хочется чтобы на вашем изображении было много синего вы можете его слегка прижать либо удалить вовсе я бы все-таки легкий намек на синий цвет оставлял вот таким вот образом ну а если у тебя хватило терпения и ты досмотрел мой ролик до конца то тебя ждет сюрприз виде сохраненного пресета который мы сегодня с вами получили отмотайте в описании видео весь текст назад до самого конца опустите самый низ и там будет ссылочка на этот пресет а на этом друзья все надеюсь видео было полезным и так с вами был серджио желаю вам творческих высот всем пока и до следующего видео